Не вели казнить или слово молвить, анбокс лимитного парня с дезинтегратором сегодня. Для тех, кто в танке или в другом специально оборудованном транспортном средстве, напоминаю, что вот этот вот молодой человек, это типа ремейк вот этой миньки олдовой первого спейсмарина, not included. Ну и слава богу, потому что, конечно, страх адовый. В коробочке внутри есть инструкция цветная, смотрите, вот Imperial Space Marine 2016, называется эта минька. Здесь у нас изображено, как его клеить, согласитесь, нестандартная схема, вообще, нога к ноге, вот так, как будто его просто разрубило каким-нибудь пару вэпоном. И есть его профиль, смотрите, один из спейсмарин в вашей армии может быть заменен на Imperial Space Marine без дополнительной цены. И вот это, конечно, странная все-таки тема, потому что профиль у него, ну, профиль-то обычный, а вот оружие. Дезинтегрэйшн комби-ган, это, как бы, болтер, плюс вот эта вот штука, 18 дюймов, сила 5, АП-2, rapid fire, gets hot, instant death. То есть, это достаточно мощная штука, но она еще стреляет сколько угодно раз, а не один, как обычно комбит, то есть вы можете палить постоянно из этого говна, плюс пистолет еще такой же на 9 дюймов, 5, 2, gets hot, instant death. Вот такой вот пацан, и как-то за новый additional cost, я считаю, жирновато. Все-таки, ну, ладно, лимитный фиг с ним, но, типа, правил-то нарушать в игре нельзя, и дополнительный варгер должен чего-то стоить, но это чистой воды донатик, как он есть, причем лимитированный. Ладно, далее у нас вот такой вот ништячок, ну, конечно, пластиковый, дурацкий совершенно, но вот можно так же все именьки делать, да, ГВ? Может быть, когда-нибудь чего-то она учится, хотя удобство здесь не очень, как-то он там сильно, слишком стоит. Понятно, подставка и наш парень, ну, собственно, дезинтегратор, комбиган, ну, такой олдовый дизайн, конечно, лучше старого, тот вообще просто жесть. Здесь хоть видно, где ствол, где чего, но, тем не менее, такая преемственность, и вот он такой олдовый получился. Плюс ноги, вот это особенно смешно выглядит, да, такая нога, достаточно толстая, и вот только бэкпак куда вешать, и часть груди, плюс вторая нога, и часть груди, как бы, с этой стороны. Пушечку берем, вот эта рука вставляется сюда, ну, собственно, вы все видели, плюс сам пестик тоже такой же, олдовый коров-шлем. И, смотрите, целых три наплечника, то есть под разные ордены, можно вот сюда какой-нибудь там фист нарисовать и прочее говно, у кого их логотип в круглом кружке. И бэкпэк, ну, такой, да, тоже олдовый, смотрите, сопло вверх, не вниз, как сейчас, да, а вверх. Вот все бы хорошо, но этот no additional cost, это я не знаю, но вы все представляете реалии нашего комьюнити. А кто не представляет, рассказываю. Этот парень будет литым, естественно, в каждой армии, где есть хотя бы какой-то кусок спейс-маринов. Потому что no additional cost, и почему бы не взять вместо обычного парня с болтером этого чувака с дезинтегратором? Почему нет? No additional cost, даже думать не надо, это авто-чойс. Так что я в курсе, вот конкретно этот пацан уже идет к литейщикам, и они будут его копировать. Так что, приготовьтесь. Продолжение следует...